welcome welcome дорогие друзья с вами веби и наконец-то у меня есть хоть какие-то новости касательно не киберспорта чемпионат мира у нас вышел на плей-офф стадию команды уникальцев лав отправилась уже назад в снг который они не любят но это мем наш локальный ну а я решил вам так сказать яйца в пол ребят и поехали рассказывать про серафину серафи на именно букву n будет очень тяжело выговаривать потому что русском языке это реально какой-то бред серафи на серафима просто есть такое имя женское и нам его проще произносить выложили картиночку выложили тащить видосик который включает себя на ее пассивку я уберу вас сверху нам тут как раз экранчик чтобы у вас рамочки вот это нет не то рамочка не получать ничего убрать стример не убед не знает что надо убрать о получилось с 15 раза получилось а пассив stage presence я все эти заклинания вам уже рассказывал был уже видео касательно ее само видео играбельности пока ее еще не нашлось но есть уже слиты вот эти данные в которых ну можно сказать своеобразный тизер всех ее способность и так пассивное умение у серафима нового чемпиона который будет играться на роли саппорта а также играться на роли медлейнера это повторение заклинаний где-то мы это уже слышали но вы скоро поймете каждое третье заклинание то есть каждое третье то есть может прокастовать первое второе и потом третье кастуется она дублируется нам сейчас это покажут вот например первое заклинание вот ее второе сразу же вылетела с дубликатом не знаю почему так первое заклинание с автоатакой и нам сразу же перешли с кушки ну короче здесь не совсем все красиво так показано но в общем идея такова что заклинание дублируется но я думал что она будет дублироваться по-другому немножко иначе но мы с вами видим что тут идет волной дубликат просто как будто как щелчки пальца двойной удар вылетает вместо одинарного у кого еще похожая схема есть вы пока пишите в комментариях под видео что вы думаете а я покажу вам следующее заклинание заклинание ее кушка high note называется высокая нота это банальное заклинание которое вылетает вперед дает урон по противникам по всем но если она будет даваться двойное то будет чуть больше урона и по моему вторая часть урона была трудомажная в общем то и все ну и по всем конечно же кто находится в центре тот получает больше урона кто находится дальше тут получает меньше урона там будет конус специальный как например это есть у ники ники по центру бьет больше по краям бьет меньше и и следующее заклинание это w которая вокруг нее накидывает союзником щиты и скорость передвижения но если она нажмет ее с пассивкой то это будет щит скорость передвижения и и хилл после этого не сразу кастуется я лично думаю что будет сразу хилл на хилл будет только после того как он закончится вот смотрите бах и вот только сейчас пошел от хилл гораздо позже то есть это заклинание нельзя будет так обузить какой у какого чемпиона ну а переходим к ее заклинание ешки ешка это вылетающие по прямое поле тут блин на этом плеере очень тяжело вам показывать замедленно все давайте покажу еще вот он вылетает дает замедление по всем кого задевает замедление везде одинаково насколько я понял но если будет два раза то она крутит соперника ну хотя бы не станет крутит соперник он не может двигаться и соответственно отпускает а это и ультимативная способность которая оказалась не является вокруг по потокам а есть каким-то нереальным потоком на размер ульты нами пролетающая по всем и наносящие charm гигантский как вы можете это заметить давайте посмотрим на это кстати заклинание на ее ульту ее пассивка не действует то есть пассивка действует только на обычное заклинание на ее ульту это просто вылетает charm а на своего союзника накидывает ее просто воодушевление больше ничего его воодушевление я честно не помню там что-то было с ability power написано что-то будет давать какой-то маленький усиление автоатак ну и как минимум это накидывает спасибо то есть артен цензор предметы тоже будут это дело прокать но а теперь ребят у нас есть чемпион у которого каждое третье заклинание усиливает что-то например автоатаку у нас есть чемпион который нажимает кушку и если она нажимает кушку по врагу то это вылет удара по врагу нас есть чемпион который нажимает w хиляет союзников у нас есть чемпион который нажимает ешку ускоряет союзников у нас есть чемпион который дает ульту которая станет всех точнее заставляет танцевать ничего не напоминает вот все что я сейчас описал да действительно это все то что я сейчас описал чемпион сона но вот то что она делает будь здоров я видео боже мой извините но просто мне немножко горит У меня, честно говоря, я, потому что ожидал совершенно другого. Вот, вот, я не знаю, я, я, вы можете там дизлайки ставить, мне пофиг, уже у меня горит. Это худший чемпион по геймплею за все время, что Riot'ы делали. Я обалдел от идеи Лили, я обалдел от идеи Самиры. Мне понравился реворк Пантиона и так далее, и так далее. Вы помните все это? Я не пытался вам хайпить и так далее. Это полная дизастра. Это реально катастрофа, ребят, потому что они, по сути, выпустили, нами, Сону, Карму в одном чемпионе. А зачем? У нас это все есть. Пассивку новую придумали? Это не пассивка новая, это просто заклинание усиленное, как у Соны. Хиляет щиток? Вот это да. Карма, конечно, не хиляла, но спасибо, что двойное заклинание сделали. Это мидлейнер? Нет, ей, как обычно, не будет хватать урона. Это саппорт? Да, это саппорт. Но зачем вы делаете такого же саппорта, который у нас уже есть в игре? Я хочу видеть нормального саппорта. Мы не говорим про то, даже как она там выглядеть будет. А давайте пойдем дальше, поговорим об этом. А, это Honor капсулы. Хотел я просто еще в этом видео рассказать, что по окончанию Лиги Легенд, когда сезон закончится, а это будет уже совсем скоро, ребят, 10 ноября заканчивается сезон. То есть у нас остался ровно месяц, ну, чуть меньше там, 29 дней. И в 7.59 закрывается ранкет игры, и всем раздаются награды. Награда будет Люциан, у которого будет Хрома. Хрома получат те, кто будет, если я правильно помню, Платина Плюс. Здесь почему-то это не написано. Либо я что-то пропустил. Ну, короче, там, прочитайте, я новость эту оставлю в комментариях снизу. На русском языке оставлю. Это те, кто будет Платина Плюс, они получат еще и Хрома. А нужно просто быть золотым Элла, и вы получите себе и Чемпиона, и сам Викториус скин на Люциана. Да, это не Люкса, это оказался Люциан. Помимо этого, за Хонор вам тоже дадут бонусы. Если у вас Хонор 3, то вард скин 3 ключа. Четвертый 3 ключа, рандом вард. Пятый так. Если у вас Хонор 0, 1. Если 2, ничего не получите, если Хонор 0, 1, вообще ничего не получите, даже не получите Люциана. Насколько мне это известно. Ну, это надо перечитать правила. Вот, что я хотел сказать. Вот она. Вот она, КДА Чемпион, который, девочка Серафина, красивую идею Риуты придумали, что она живет в альтернативном мире, пользуется Инстаграмом нашим с вами, пользуется нашим с вами реддитом, общается со всеми зрителями, голосует в Пикзем. Кстати говоря, если мы посмотрим в лидерборд и зайдем в селебрити, то она на 11 месте, 41 поинтс, она заработала 41 очко. Но вот так вот она выглядит в игре на подиуме. И что я ожидал? Я напомню, что я ожидал. Я ожидал, что это будет новый уникальный чемпион. С пассивкой, которая будет, да, кастоваться тоже 2 раза, но это будет какая-то своеобразная анимация, допустим, хотя бы, а не просто одно заклинание летит, просто чуть-чуть усиленное, как у Соны. Я ожидал, что ее ульта будет вокруг себя работать, как это делает Нуну. Я ожидал, что она будет статично вот там вот стоять. Я ожидал, что ее кушка не будет выглядеть, как просто Зигса кушка вылетающая, просто потом она расплывается. Я ожидал, что ее ульта, ну, я уже сказал, что круг будет, но не будет похожа на нами ульту, как 2 капли воды. Ну и, конечно же, я ожидал, что она не будет ни на каком сраном подиуме стоять, а будет нормальный бегущий чемпион. Что-то будет интересное. Но мы получили то, что получили, мне совершенно это пока не нравится. Конечно же, мы ее попробуем, поиграем, но пока сплошные негативные потексты. Здесь, кстати, показано, какие были идеи изначальные, что они ее сажали на микрофон, какую-то фигню вокруг нее ставили, ставили вокруг нее светомузыку. Были просто с микрофоном, был концепт похожий на люксу, как 2 капли воды, если люксу некоторые скины взять. В общем, были идеи у Riot Games, но потом они от этой идеи отказались и решили добавить ей подиум. И таким образом они просто сделали сону, которая стоит на своем синтезаторе. Вот и все. Ну, а по заклинаниям, я уже говорил, некоторые заклинания крайне похожи. Но по концепт-арту была идея. Вот это вот мне больше нравится, то, что здесь показано. Именно ее по-другому заклинанию. То есть ее кушка, это сверху просто прилетающее поле, задевающее сразу нескольких. Я так понимаю, это как раз и есть ее Ешка, а это ее ультимативная способность, которая заставляет всех притягиваться. Ну и, соответственно, вот это вот ее усиление по союзникам. Кстати, эта вот идея была гораздо лучше, как мне кажется. Но, опять же, это все надо читать, все пересматривать. Ну, а вот и тот самый ролик, который еще я хотел вам показать. Геймплей от нее... Сейчас, секунду. О, тут надо качество поставить. А, качество нет выше, извините. Нет качества выше. Райты дали нам только это. Вот так вот она выглядит. Но очень не очень, если честно. Пока моя оценка. Запомните, когда Серафима я получил... Ой, Серафима. Самиру я получил. Я был счастлив. Я сыграл на ней кучу игр. Я при этом сделал вам кучу роликов на эту тему. Здесь, чувствую, сделаю всего один ролик и все. Кстати, говорят, что музыка будет играть вокруг нее. Но если она умирает, музыка будет заглушаться. Если вы возвращаетесь к ней, музыка снова будет играть. Потому что она будет вокруг вас ходить. Вот нам показывают это. Ну, в общем-то, больше она в этом геймплее ничего делать не будет. Будет просто сидеть. Просто, чтобы вы знали, вот так вот интересно будет у нее работать пассивка. Но ее можно будет отключить в настройках, чтобы вас не раздражала ее музыка. Как, например, у Соны. Можно поставить, чтобы музыка играла ее. Если она играет Сона... Я не помню, как этот скин назывался. Не Пентакин, там другой скин у Соны. С музыкалочкой. Так-то идея была гигантская у Риотов. И я этой идеей ставлю большой плюс. Распространение чемпиона была тоже гигантская. Но в итоге мы получили с вами что-то. Что-то не то. Или, может, я ошибаюсь. Ребят, пишите комментарии. Я не знаю, я просто расстроен. Пишите комментарии, что вы хотите. Что вы хотели увидеть. Может быть, вы хотели увидеть то же самое, что и я. Может, вы еще больше расстроились. А может, наоборот, вы счастливы. И вы будете ее только играть. Все. Все, всем спасибо. Что там еще? Видео по пикзэм. Я пикзэм. Да, пикзэм он так называется. Выпущу завтра. Завтра же сделаю обзор. Я уже тут начал данные собирать по командам чемпионата мира. Вот просто пролистал вам. И все вам подробно завтра расскажу. А пока. Всем пока. И подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Этот чемпион будет нас раздражать. Я уверен.